Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зухариева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Ловил бездомных животных, а попал в полицию. Специалисты по отлову собак в физио-юрте местные жители приняли за стрелка. Служу России! Сегодня мэр Махачкалы вместе с коллегами и родными провожал дагестанцев, вошедших в состав элитного полка морской пехоты Каспийской флотилии. Сегодня вам выпала честь состава 1-го батальона отправиться к тем ребятам, которые уже воюют, как и когда-то воевали наши добровольцы. Чем больше вас там будет, тем легче вам всем будет выполнять задачи, поставленные президентом. Я никогда не била детей, не была к ним жестоко. Воспитывала их словом, лаской и любовью. В этом и мой секрет. Муж утром уезжал на тракторе на заработок, приходил поздно вечером, а воспитание всех детей ложилось на меня. 12 детей и 38 внуков. В преддверии Дня пожилого человека сотрудники Минтруда Дагестана навестили Ахлет Пермагомедову из Дербенского района. Чемпионство в перспективе. Тайбоксер Алаверди Рамазанов приблизился к титулу Лиги Уан Чемпионшек. В Кизельюрте специалист по отлову бездомных собак наделал шума. Его оружие приняли за боевое, а самого за стрелка. Коммунальщики Кизельюрта занимались отловом братячих собак в районе седьмой школы. Однако их работе помешала бдительность местных жителей, которые винтовку, стреляющую в снотворном, перепутали с ружьем. В дежурную часть полиции поступил тревожный вызов. Окрестности оцепили, мужчину увезла полиция. Благо, разобравшись, задержанного отпустили. А в избирбашек груженой арматурой Камаза из-за отказа тормозов протаранил четыре машины и снес стол. К счастью, обошлось без жертв. Напомним, что вчера по причине отказа тормозов на федеральной трассе Камаз врезался в микроавтобусы и несколько легковых машин, из-за чего погибли пять человек. Салман Дадаев проводил морских пехотинцев. Мэр Махачкалы вместе с коллегами и родными дал напутствие дагестанцам, вошедшим в состав элитного полка морской пехоты Каспийской флотилии. Военнослужащие отправляются на прохождение подготовки в полигоны, расположенные на территории Северного Кавказа. Сегодня и вам выпала честь в составе первого батальона отправиться к тем ребятам, которые уже воюют, как и когда-то воевали наши добровольцы. Чем больше вас там будет, тем легче вам всем будет выполнять задачи, поставленные президентом. Я вам желаю крепости духа, уверенности в себе, быть достойным памяти наших великих пектов, которые отвоевали уже один раз победу у нацизма. И от всей души желаю вам покровительства Всевышнего. Вы сегодня вступаете в ряды вооруженных сил Российской Федерации в составе одного из самых элитных подразделений вооруженных сил Российской Федерации морской пехоты Каспийской флотилии, краснозаменной Каспийской флотилии. Я вас поздравляю с этим. Желаю, чтобы вы как можно быстрее адаптировались к военной службе и стали настоящими морскими кахатинцами. Желаю, чтобы вы не оказались в ситуациях, связанных с боевыми действиями. Но находиться на этих территориях, защищать эти территории, конечно, если придется, вы это исполните. 30-летний юбилей поисково-спасательной службы России отметили в региональном МЧС. Для участников мероприятия была проведена экскурсия по зданиям ведомства и ситуационного центра. И затем в Главном управлении МЧС почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и возложили цветы к мемориалу. Уважаемый Салат Кемижанович, уважаемые друзья, коллеги, позвольте поприветствовать вас на солнечной гости приеме Азима Дагестана и выразить признательное за участие в таком важном и значимом для сообщества спасательной мероприятии, которое повозится у нас в регионе. Сегодня профессиональные деятельности спасателей всех уровней играет важную роль в обеспечении безопасности в деятельности наших людей. Мы, сотрудники и работники МЧС, каждый на своем фронте со своим трудом, самотвержденностью и профессионализмом вносим свой вклад в обеспечение безопасности нашей страны. Подытожил свое выступление министр, рассказав о социальном пакете для спасателей и пожарных. Это строительство многоквартирных домов и Центра медицинской и психологической реабилитации на берегу Каспийского моря, где одновременно смогут пройти лечение и восстановиться около 300 человек. Мероприятие было завершено торжественным награждением отличившихся работникам медалью 30 лет поисково-спасательной службы. В преддверии Дня пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября, сотрудники Министерства труда Дагестана навещают представителей старшего поколения, ветеранов войны и труда. Так, в рамках празднования социальные работники навестили многодетную мать из села Митаги-Казмоляр Дербенского района Ахред-Пермагометову. Женщина воспитала 12 детей и имеет 38 внуков. Подробности у Патимат Ханаповой. У нас, говорят, аплодисменты всегда лучше, чем один хлопок в ладоши. А когда много детей, много радости в семье. Один в поле не воин. Надо иметь хотя бы четырех детей. Детей много не бывает. В этом убеждена 82-летняя мать героини Ахред-Пермагометова. Говорит с гордостью, что все 12 выросли достойными людьми и уважаемыми в обществе. Без скромности признается, в этом есть ее заслуга. Я никогда не била детей, не была к ним жестока. Воспитывала их словом, лаской и любовью. В этом и мой секрет. Муж утром уезжал на тракторе на заработок, приходил поздно вечером. А воспитание всех детей ложилось на меня. То, что у нас дружно все в семье, это благодаря нашей маме. Какое воспитание она нам дала, так и мы продвигаемся. Всем желаю жить и расти в большой и крупной семье, как мы с мамой. У женщин восемь сыновей и четверо дочерей. Кроме одного ребенка, всех остальных, признается Ахред, родила дома без помощи акушеров. В ее коллекции много наград, в том числе и за трудовые заслуги. Но, говорит, самое ценное звание – это мать-героиня. Это звание самое ценное. Меня эта награда даже спасла однажды. Надо было сына женить, а времена были тяжелые. Пришлось золотую звезду пожертвовать. Расплавила и изготовила из нее для невесты украшения на колын. День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в котором мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Не забывают о них и в Министерстве труда республики. Самая, мне кажется, нужная работа, благодарная работа, мне кажется. Мы, когда к ним приходим, они радостные, они нас видят, встречают. Даже если мы ничего не делаем, со мной посиди, поговори, чай выпей. Пакеты – это вообще другой разговор. В Махачкаре привели в порядок памятник Сулейману Стальскому. Председатель собрания депутатов Кировского района Эльмира Абиева поддержала инициативу депутата Тимура Алиева. На бульваре имени Стальского депутаты Кировского района вычистили памятник народному поэту, постамент и прилегающую к нему территорию. Активисты отметили, что в планах привести в порядок все памятники столицы. Я считаю, что памятники – это часть нашей культуры, это наша история. Молодежь должна знать историю. И я считаю, что такие мероприятия, они прививают нашей молодежи, нашему подрастающему поколению чувство патриотизма, любви к своей родине, любви к своей истории. Тай-боксер Алаверди Рамазанов приблизился к титулу Лиги Ван Чемпионшип. На турнире сильнейшего азиатского промоушена в Сингапуре дагестанец встречался с соперником из Таиланда капитаном Пичинди, который уже побеждал Рамазанова в начале 2021 года. Бой-реванш продлился три раунда, в каждом из которых тай-боксер из Кизляра был активнее и перебивал своего оппонента. Перед этим боем Алаверди Рамазанов шел на четвертой строчке рейтинга и теперь вплотную приблизился к титулу, которым владеет представитель Таиланда Нонг Огайан Хадао. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова